Надя, короче, мне даёт жару всю ночь. Сегодня в 12.44 мы проснулись ночью, и всё. И всё. В 7.30 я уже встала, я уже задолбалась. Я уже задолбалась. Спать, скажем так. А сейчас она меня просто взяла и вот оттуда все салфетки подоставала. Теперь она мне наводит порядок. Ещё она любит в шкаф залезть, порядок навести. У меня там тоже хлам. Я его даже не раскладываю. У меня там, знаете, нет смысла раскладывать. Что-то я, если полезу в шкаф, она тут же сюда прибежит. И, в общем, вот тут вот, видите, у меня всё навалено. Потому что вот я только буквально 2 минуты всё это собрала. Она уже бежит. Короче. Короче, вот так вот. Изучаю, изучаю вопрос сна. И понимаю, что помощь будет только одна. Вернее, не помощь, а легче будет тогда, когда она уже будет большая. А пока бесполезно рыпаться. Ты кто там? Я говорю, кто там лезет? В общем, бесполезно рыпаться. Отпустить ситуацию. Но вы знаете, когда хочется спать, даже не спать, а просто полежать, нормально. Знаете, вот просто лезть и вот так и полежать. То нервы уже на пределе и думаешь, блин, что бы придумать. Что-то моя орхидея падает, что ли. На улице очень тепло. Или нет, это так и надо. Видите, она скоро у меня зацветёт. Вот. А это я вот отрезала вот от этого. Может быть, корни пустит или что. Погода вот такая. В общем, когда, говорю, когда хочется отдохнуть, думаешь, ну что же придумать. Ну что же, может, кто-нибудь ответ знает. Потом я в интернете лазаю и понимаю, что нет никакого ответа, а только нужно ждать. В общем, вот этот цветок, он тут у меня на реанимации стоит. И смотрите, реанимировался. Я его просто пересажу вот сюда. Вот. Надя уже всё, все пришли сюда, все пришли сюда. В общем, позвонила сестра, говорит, выезжает, пойдёмте есть чур с шоколадом. Пойдёмте. Она, наверное, сегодня уснёт очень рано. Чарли, ну тебе тут не надо. Уйди. Очень рано, поэтому. Может быть, даже в коляске, если мне повезёт. Короче, да. Списываю себя с девчонками, знакомыми, с подружками. Все говорят одно и то же. Даже независимо от груди, от чего-то. Все спят плохо. Вы знаете, я чурик сидела и думала. Я, конечно, знала, что дети плохо спят. Чарли, дай с людьми пообщаться. Точнее, я думала, что дети спят плохо. Ну, там, в первые месяцы, да, они кушают, там, каждые два часа. Вот, и я, как бы, ну, все дети, как дети, думаю, ну, пока до шести месяцев, наверное, потом они уже взрослые. Потом они уже, наверное, я думала, что они спят всю ночь. Ведь детский крепкий сон. Мне с детства так говорили, что крепкий детский сон, он существует. И я так думала, что вот они, когда сись уже, когда они нужны ночью, будет им кушать, они будут... Блин, сейчас она туда это все выкинет. На голову кому-нибудь. Кисточка красить. Я не думала даже, что дети ночью так плохо спят. Мне никто об этом не говорил. Я даже и не думала об этом. Вот, а когда я вот уже месяцев восемь ей была, и думаю, что за фигня, наверное, только у меня, у одной такой. Начала изучать этот вопрос. И понимаю, чем дальше я понимаю, что это у всех так. Почему не говорят нам об этом? Почему не предупреждают? Что дети не спят. Что дети ночью не спят. Не просто в грудничковом возрасте, а никогда они не спят. Ну ладно. И это еще хорошо, что мне как бы сон не так необходим. То есть, да, там опухший, все, но это все пропадет. Пройдет, я не буду, знаете, ялая, уставшая какая-то там. Мне нужно поспать. Я такой не буду. И хоть хорошо, хоть в этом. Короче, опять вам наболтала. Пойду одеваться. И пойдем. И пойдем. Чарли, здесь у меня мордочка своя. И пойдем пить. Я их, правда, позавтракала. Еще рано-рано. И пойдем пить кофе с чурами. Моя сладкая радость такая. У него, кстати, знаете, ему зуб выдрали. Сейчас не покажет. И у него как-то начала челюсть деформироваться, знаете. Как-то деформируется челюсть. Сейчас она эту щетку точно кому-нибудь на голову, кисточку. Ой, мне же сегодня еще и на работу вечером. Поработать надо немного. Ну ладно. В общем, как-то у него челюсти формируются непонятные. Вроде смотрю, смотрю. Не знаю, может так и надо. Ну, вроде и кушать нормально. Ничего его не беспокоит. Да, моя рыба-шладка? Помимо того, что у нас пасмурно, у нас опять сахарская пыль. Калима. Вроде на сегодня только передавали. Что-то дорогу перекрыли. Не пойму, что может ремонтируют или что. В общем, те, кто астматики или проблемы с дыханием, им, короче, не это. Сегодня не ахтей будет. Потому что воздух будет с пылью. С 7.30 до 9.00 перекрыто. Ремонт, наверное, идет. Ничто непонятно. Вообще, это, можно сказать, одна из главных дорог. Здесь всегда много машин. А сейчас так непривычно видеть ее пустую. В общем, мы идем. На улице довольно-таки тепло. Даже не куртки не одеваю. Но люди, знаете, сейчас это как такая пора. Кто в сапогах, кто в варежках, кто в шапках, а кто в шортах. Я одеваюсь по погоде, а не по этим. На улице 18 градусов. Что я буду шапку-то одевать с курткой? Потом все ее снимать и париться. Мой любимый магазин с недавних пор. Ой, блин. Сама еще, знаете, уже год Наде. А я еще даже иногда не соображаю, что... Не верю, что у меня она есть. И не верю, что я хожу по детским магазинам. А вот впереди, видите, тележка едет, коляска. Там мужчина-инвалид. Он управляет этой коляской подбородком. Представляете? У него ничего не шевелится, кроме подбородка. И вот он подбородком управляет всей этой конструкцией. Очень удивительно. Видите, у него там как такая палочка. И он везде ездит, везде. Я его вижу и в ресторанах там. Все, правда, не видела ни разу, как он ест. Но знаю, что он везде ездит. Общается. Короче, живет обычной жизнью. Чего-то. Я, как всегда, первая. Я себе заказала кофеек. Сейчас чури принесут. Надя как раз покушает чури. Такие все пунктуальные. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот тут ходит, буродит. Тут рынок у нас по средам небольшой. Вот я сижу, смотрю. Уже минут 15, наверное. Иду к Танюше. Покрашу, постригу ее маму. Раньше они ко мне ходили. А сейчас давай. Маму не ее. Ну, плохо ходит. Говорит, давай я к вам попробую. С Надей взяла ей игрушки. Ну, так как это подруги, я с Надей с собой взяла. Игрушки там взяла. Может быть, знаете, даже новая обстановка. Ей будет интереснее, чем дома. Потому что дома с ней работать уже невозможно. Мне надо куда вернуть. Так вот, куда идти. Но не точно. Вот эти вот улочки все, они мне могут завести. Совсем другой лабиринт. Знаете? То идешь туда вроде бы. Потом там, там тупик, тот тупик. Но я думаю, что я куда-то да выйду. В принципе, она живет вот прям вот параллельно от меня. Но нет, улица такой ровная, что-то он не пришел. Ветер, ну, теплый. Хотела пройти вот этот вот брум-брум-брум. Но что там слишком-то такой брум-брум-брум. Хожу, что-то зайду. Ух ты, магазин какой-то тут, смотрите. Куда-то иду. Главное, чтобы, знаете, не в тупик. А то бывает, знаете, идешь-идешь-идешь-идешь-идешь-идешь-идешь. Бац! А там тупик. Блин! Или мне сейчас вот в последнее время, идешь-идешь-идешь-идешь-идешь. Улица такая узкая-узкая. И это, машина припаркована. Я один раз, я не выдержала. Дехар телефон. Вот. Продается дом. Ой, куда же я вышла-то? Короче, я не выдержала по соседям. Ну, такая вот улица. Она, знаете, как бы не проездная, а вот так вот, пешеходная, скажем так. И стоит машина. Нет, она припендюрилась как-нибудь с одной стороны, она посередине, то есть я с коляской там не проеду. Я по соседям давай звонить. Говорю, чья машина? Ой, мы не знаем. Я таким голосом громким. В следующий раз, говорю, все колеса протыкаю. Чтоб слышали. Так. Куда же я вышла? В принципе... А, ну, в принципе, мне прям тут и надо выйти на было. Все замечательно. Мне вот там вот, на том кольце, нужно будет идти вверх-вверх-вверх. В общем, все правильно, я вышла. Так что все замечательно. Это вот у нас, можно сказать, центральная дорога будет идти вниз. Так что не заблудилась. Интересно. Я в этой стране очень редко, поэтому хожу, как, знаете, новый город для меня. Сегодня утром сходили позавтракали с подружкой, с Танюхой. Вчера я ее стригла. Сегодня позавтракали. Ну, естественно, ничего не снимала, потому что сходить это невозможно, нереально. Сейчас вот она тут лазит около дома. По площадке. У нас такая жара. Куда ты там, дырка? Там жара прям вообще. А вот можно в майке спокойно. Я уже, знаете, у меня рубашка сверху была такая, я ее уже сняла. Вот. Что хотела сказать-то? Пакеты жду, пакеты. Посылки. Посылку заказала Наде бутылку. Такую питьевую. А то, знаете, вот эти вот все бутылочки. Покупаю воду. Она пускает туда слюни. И поехала. Сама с горки съезжает, залазит. Ура! Похлопали так. У нее цветок уже вот тут. На лбу. Всю грязь собрала. А, неважно. Знаете, я уже за грязью там что-то. Ну вот, показала ей цветок, она теперь его снимает. Давай сюда. Дай сюда. Дай. Вот такой. Рай, за одежду вообще не переживаю, потому что ее столько не переносить. И пускай она ее носит, пускай она ее грязнит, все равно ее, знаете, продают, пытаясь продавать, но что-то не особо кто-то ее покупает там. Так что пускай, даже если не стирается, выброшу. И жду бутылку вот эту. Она слюни туда пускает. Постоянно ее мыть, это нереально. А вот эту покупать, тоже как бы, знаете, она не очень много воды попьет, слюни туда пускает. И эту бутылку надо просто выливать. Не будет же она слюнями ее пить. И, в общем, какое заказала в Амазоне вчера. Вот, кака, фу, Надя, кака, листья жрет. Вот, жду, когда прыгает. Кака, конечно, листья, куда ты их? Нельзя, ням-ням, кака. А, и еще, Надя, кака. Сейчас домой пойдем. Домой не пойдет, она не хочет. и так как мы наелись этих чур, кофе, то, естественно, кушать мы не хотим. Буду готовить сегодня зеленый горошек с этим, с ветчиной. Вентаки, где поцелуешься. Давай, давай. Моя любовь. Специально пришла в парк около дома, чтобы вот этот товарищ погулял. Только не уезжал, когда уходим. Куда полезла сама на горку. Но когда, если я хожу в магазин, магазин с собаками нельзя, то приходится его дома оставлять. Хотя там есть такая зона, где можно собаку привязать, и они будут ждать. Но там такая проходная улица, мне жалко его оставлять. Вдруг своруют. Такое добро, добро нужно самому. Эта площадка не очень хорошая, потому что, смотрите, как-то она старенькая, грязная. Вон, видите. В общем, не особо она мне так нравится. Вот птички тут насирают, хотя все тут убирают, но все равно. Сегодня вроде как почистят, что не знаю. Ну, короче. Короче, вот так. Да, сейчас, подожди, бутылочку покажу. Вот такую взяла, бутылочку. Вот. Прикольная. Она вот так закрывается, потом вот так открывается. Оп. Я не стала брать специально ни с какими трубочками, потому что Надя вот отсюда хорошо пьет. Трубочки все эти потом гниют, плесневеют, и, в общем, мы их, мой их не мой, а это, мне кажется, более удобно мыть. Вот такое колечко можно прилепить куда-нибудь. В общем, прикольная. И так она общая классная. Нравится, Надь? Пойду ее мыть. Смотрите, сколько мяса будет у меня. Бульон варится. Может, тут на днях принес фенхель. Листья зеленые, но укроп похожи. А испанцы варят из него суп. Суп. Даже не знаю, как, даже не суп, например, вот щи, это же не суп или что это. В общем, такой вот пучеру да инох называется. А принес две веточки, говорит. Сварей, говорит, пучеру да инох. У меня она обалденная получается. Кстати, рецепт есть на канале. У меня много рецептов. Там есть плейлист рецепты, по-моему, так, я уже не помню. Давно не грузила ничего, потому что готовить сейчас что-то и снимать это нереально. И вот я вчера купила мясо, сегодня купила мясо уже такое и говорю. Еще я бисквит. У меня там, знаете, груши уже, груш много и они были уже уставшие. Нахерашила их. Бисквит делаю. И йогурт тоже уже просрачивались. Бисквит готовлю. Вроде поднялся, а там фиг что получится. Я не знаю. На глаз все. И сейчас вот готовимся к бассейну. Сегодня выспались так на ура. Прям я даже, знаете, неожиданно. Ну, Надя, конечно, с Сисей она там сосалась, но она, знаете, как почмакает, почмакает и отвернется. Вот так мне нравится. Не как вот прижалась и все. И часа на четыре. И с днем сейчас вот она поспала хорошо, в хорошем духе. Вот там книжки читает. Типа читает, играется. А я собрала уже все к бассейну. Сейчас пойдем на бассейн. Или в бассейн. Куда мы там пойдем-то? Вот так вот.